Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Вот эта машина, вот эта вся машина, это целая система взаимосвязанных элементов. Мотор, колеса, рама, кузов и прочие множественные элементы из пластмассы, из кожи, из стекла, из резины. Короче, здесь огромное количество всяческих разных электрических, механических и других элементов, взаимосвязанных друг с другом и выполняющих одну единую цель. Двигаться, перемещать водителя и пассажиров в грузы с определенной скоростью, с определенным комфортом. Это называется автомобиль, система. Бизнес наш можно уподобить тоже автомобилем, скажем, системе. В нашем бизнесе, в сетевом, важно наличие системы, маркетинг-плана, продукта, руководителей, твоих людей, которых ты подобрал, используя определенные методы общения с ними, воздействия на них, использование определенных инструментов. У тебя есть знания, как войти в офис, как сделать проплату, как вывести деньги, как получить продукт, как его использовать. Короче говоря, как делать презентацию. Множество всего. И все это в конечном итоге, при правильном использовании, обеспечивает достижение цели, получение прибыли, построение бизнеса, который давал бы остаточный доход. Но как автомобиль превращается в абсолютно бесполезную груду разнообразных элементов, если он не двигается, а он может не двигаться только по одной единственной причине, если он исправен. В нем нет топлива, в нем нет энергии, в нем нет основания для движения. Он бесполезен, безмолвен, он в тиши стоит, в нем картошку хранить. Можно использовать ее для других целей. Можно осознавать, что у тебя есть машина, но она не рабочая. В нем нет топлива, в нем нет энергии, она не двигается. Точно так же в бизнесе. Если у тебя есть все в этом бизнесе, и классный бэк-офис, и сайты, и блоги, и ты умеешь делать рассылки, и ты знаешь, как писать тексты, и ты умеешь общаться с людьми, и ты умеешь делать презентации, вступать в контакты, все. Но если в тебе нет энергии, чтобы делать эту работу, чтобы встречаться с людьми и выполнять свои обязанности, рассказывать им о бизнесе, доносить до них, то твой бизнес бесполезен. Ты можешь осознавать, что у тебя есть, что ты заплатил деньги, но ты же понимаешь, что он не рабочий. Итак, очень многие, очень многие люди не понимают очень важные глобальные вещи. Важные с точки зрения понимания, как делается бизнес, как достигается успех. Два главных стратегических направления. Основные, собственно говоря, это техника. Как делать бизнес, что конкретно делать, какие инструменты использовать, какие тексты говорить, куда идти, с кем разговаривать. это раз, техника, и второе, это энергия. Душа, дух, воля, эмоции, это нечто такое, что помогает и заставляет тебя двигаться. Начать и продолжать до победы, до цели доехать на этой машине. И вот тут-то большинство людей не понимают. Все усилия вкладываются, как сделать сайт себе, как сделать рекламу, как поговорить с человеком, какое объявление дать, как деньги завести туда. Все все знают. Только не знают, как поднять себя на работу каждый день. Только не знают, как сказать, что сделать, чтобы человек, на которого вы воздействуете, зарядился этой энергией и приступил, и машина бы его двинулась. А ты бы ему помогал каждый день, помогал каждый день, помогал через день, помогал бы раз в неделю, помогал бы раз в месяц, помогал бы раз в год, забыл бы его, образно говоря, и он бы сам бы двигался, и твой бизнес бы развивался. То есть большинство людей не уделяет должного внимания второму стратегическому направлению. Эмоциональные подпитки, зарядки ежедневные. А останавливает эту машину. Если ты выехал вот на этой автомобиле, БМВ, на хорошую дорогу, препятствий нет. Было бы умение и автомобиль, и заправленный топливом. Но когда ты выезжаешь на своем бизнес-автомобиле, извини, у тебя дорога вся в кочках. У тебя вообще может быть бездорожье, потому что тебя все останавливает. Страх, неуверенность, отсутствие практики, какой бы то ни было, отсутствие навыков, ложные учения, ложные правила, ложные, совершенно неправильные рекомендации умников. Тебя останавливают отказы, тебя останавливают сомнения твоих близких людей, их насмешки, тебя останавливают страхи. Страх за все. Как ты будешь выглядеть? Страх, а вдруг ты потеряешь? Страх, страх. Самое главное это страх. Страх. И когда ты едешь на своем бизнес-автомобиле, то два раза на кочку наехал и от страха остановился, и все. У тебя дорогущая машина, она стоит 80 тысяч баксов. Но она не едет, у нее не кончился бензин. Твой бизнес не едет, потому что у тебя нет заряда, ты молчишь, ты не разговариваешь, ты не действуешь. Все есть, сайт есть? Есть. Деньги есть? Есть. Продукт есть? Есть. Спонсор есть? Есть. Система обучения есть? Есть. Все есть. Только ты не делаешь свою работу, потому что ты в страхе, ты боишься, ты не умеешь, ты не знаешь, ты по бездорожью ездить не можешь. Но если тебя зарядить, если влить в тебя определенное количество энергии, заряда такого, ах, е-мое, да я сделаю, что бы там ни было, и целый день продержался, продержался и получил какой-то результат. отрицательный, положительный, не имеет значения. И следующий день, и следующий день. Послушайте, если бы вы все, если бы мы все выполняли свои обязанности предпринимателя, сетевого, каждый день о нашей обязанности рассказывать людям о бизнесе, несмотря ни на какие кочки, ухабы, я имею ввиду возражения, отказы, сомнения, страхи и так далее, мы бы обязательно преуспевали все. но 99% не преуспевает и 9 десятых только по одной единственной причине, вы не делаете ничего. А вы не делаете ничего, несмотря на то, что вы хотите, у вас есть машина, бизнес. А это не ваша вина, возможно. Просто не реализовано стратегическое требование, важнейшее, у вас нет топлива, у вас нет заряда, у вас нет системы, которая позволяла бы начать и, сохраняя энергию, наполняясь энергией каждый день, продолжать и продолжать и продолжать. Любой тренер в спорте знает, что спортсмен должен быть физически подготовлен, он должен быть технически подготовлен, и он должен быть эмоционально-волевой заряд, который позволяет ему биться. то ли это боксер, то ли это баскетболист, то ли это бегун, не имеет никакого значения. Там, где соревнования, там нужен обязательно заряд энергии. Энергия нужна. Так вот, энергия достигается. Целая система, целый набор приемов, форм, действий, которые должен совершать сам дистрибьютор, партнер, и его спонсор, и компания, и система работы, чтобы человек был в постоянном заряде. Если вы, как партнер, не осознаете этого, у вас нет никаких шансов на успех. Рано или поздно заряд кончится, и бизнесу кирдык. Если вы это осознаете, тогда вы хотя бы начинаете искать, где брать топливо, как заряжаться, где эти заправки топливные, кто меня заряжать будет, кто меня будет заправлять, где эта розетка, куда я включу свой аккумулятор на подзаряд, где эта станция, где мне зальют в мой бак мою энергию, чтобы не хватило доехать до еще одного дня, еще одного дня, еще одного дня, еще, 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 и чтобы я разбогател, пришел к цели. Вот кардинальный вопрос. Здесь, на этом блоге будем искать ответ вместе. Мало того, здесь, на этом блоге нужно будет регулярно, ежедневно получать заряд, который давал бы хотя бы на короткий промежуток времени, на короткий отрезок пути свою бизнес-машину продвинуть вперед. И делать это постоянно, потому что секрет состоит только в одном. В действии постоянном. В постоянном действии. В действии постоянно. В постоянном действии. Действовать постоянно. Действовать постоянно. Четыре главных слова я вывел из своей практики, которые позволяют сделать этот бизнес эффективным. Надо действовать быстро, надо действовать много, надо действовать долго, и надо действовать правильно. Четыре. Быстро, много, долго и правильно. Вперед! Удачи!